ВИЧ-инфицированных людей в России Только зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей в России уже около миллиона. И лишь за эту неделю в Татарстане зафиксировано 32 случая заражения ВИЧ. Но почему люди с ВИЧ-положительным результатом в обществе зачастую воспринимаются в штыки? Но не только эти вопросы нас беспокоят, а также такие, например, кто в группе риска и как каждый из нас может помочь зараженным ВИЧ-инфекцией. В эфире программа «Твердый знак» и мы ее ведущий Роман Полицков и я Виктория Новикова. И я хочу представить нашу первую героиню, руководитель некоммерческого благодарительного фонда охраны здоровья мать и дитя Светланы Изымбаева. Здравствуйте. Светлана Ростиславовна, я знаю, что вы одна из первых ВИЧ-положительных женщин в России, которая открыла свое лицо. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы узнали, что у вас ВИЧ? Я тогда училась в университете на третьем курсе и просто сдала анализы, потому что я всю жизнь, в принципе, занималась спортом и мне важно было просто знать о себе. И я тогда увлеклась здоровьем, что-то в таком плане. Я сдала анализы и параллельно, все анализы, и параллельно сдала на ВИЧ-инфекцию. И на тот момент я даже не задумывалась о том, что у меня будет ВИЧ-инфекция, то есть у меня даже мысли никакой не было. В голове была лишь одна информация про ВИЧ-инфекцию, что это спит, и как в песне Земфира поется, у тебя спит и скоро ты умрешь. И... Ваш первая реакция какая-то? Шок, слезы, состояние, что оглушенности, и настолько было страшно, и мне в первую очередь было страшно, что вот эти врачи сейчас, которые меня консультируют, они сообщат ко мне в деревню. Потому что я из маленькой деревни, а знаю, что там все передается через сарафанное радио. И я думала, что если сейчас они позвонят ко мне в деревню и расскажут, как мне жить-то дальше, как моим родителям жить-то дальше. И на самом деле это было очень страшно. Задавалась вопроса, как, что, зачем, почему, и вообще, как мне дальше жить с этим. Ну, я пошла еще в некоторые несколько мест, пересдала анализы, к сожалению, анализ подтверждался мой, и я стала искать информацию, бродила, смотрела по коридорам больницы спеццентра, искала информацию, что же, что же дальше делать, и как вообще с этим дальше жить. Как отреагировали ваши близкие? Ну, я не сразу рассказала своим близким, а я ходила как в полутьме. Для меня самое важное было, чтобы об этом вообще никто не узнал. Мне хотелось провалиться сквозь землю со стыда. Мне было стыдно, даже сейчас говорю, у меня уши прям так краснеют. Стыдно, потому что это, ну, и сейчас, наверное, и на тот момент это было очень стыдно грязное заболевание, которое якобы не могло коснуться девочку, которая никогда не употребляла наркотики и никогда в жизни, ну, не могла бы подумать, что просто от любви к мужчине, которому она доверяла, у нее могла бы быть эта инфекция. И на тот момент это было настолько вот, даже вот сейчас говорю, у меня такая противность, как бы вот такое приходит, что вот это вот, это не могло случиться со мной. Но это со мной случилось. Когда сказала маме, через какое-то время мама очень сильно плакала. И подругам, близкой подруге сказала, тоже поддерживали. Но самую большую мощную поддержку я, наверное, получила от людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Когда первый раз я встретилась в Москве с Игорем Челиным, с Николаем Недельским, с Ниной Скибневской, то есть с теми людьми, которые... Я увидела девушку, которая беременная, и я поняла, что жизнь на этом не заканчивается, что я могу родить здорового ребенка, что вот же беременные рожают, вот же растут, вот развиваются, вот такие молодцы. И я поняла, что я не буду останавливаться на... Ну, то есть, что жизнь продолжается. И я создала тогда первую группу взаимопомощи в Чебоксарах. И в 2004 год это получается. И просто стала, помогая другим, помогать самой себе. Соответственно, с этого потом пошла идея создать уже фонд. Да, потом я открыла лицо на весь мир в 2005 году. Тогда меня встретил, увидел мой на тот момент еще будущий муж, который меня встретил там, увидел. Для него, как он говорит, было удивительно то, что маленькая девочка вышла на сцену и рассказала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. И иметь столько силы и возможности говорить об этом. А мне важно было это говорить, потому что, во-первых, я чувствовала поддержку других людей ВИЧ-позитивных, которые меня поддерживали. Во-вторых, я понимала, что нужно об этом говорить. Потому что, если я сегодня об этом буду говорить, моя однокурсница на параллельном курсе может об этом никогда... Это ее может никогда не тронуть. Она сделает все возможное, чтобы у нее ВИЧ-инфекция в жизни не стала. Я поняла, что мы обычные люди, что мы ничем не отличаемся от других. И нужно принять себя такой. Это как определенная стадия принятия в своей жизни. Также, я думаю, люди, которые живут с сахарным диабетом, либо с какой-то степенью инвалидности, детский, ну, церебральный паралич. И они же тоже учатся принимать себя с такой болезнью, с определенной как будто бы несовместимостью в обществе. И здесь также ты принимаешь себя и осознаешь, что ты полноценный член общества, ничем не отличаешься, и идешь вперед, развиваешься. На сегодняшний день я мама, а я воспитываю четырех детей. У меня замечательный муж. И по образованию я клинический психолог, руководитель фонда. Вокруг меня очень много людей, которые меня поддерживают. Не обязательно это ВИЧ-позитивные. Это просто люди, которые ценят, уважают. То есть это вот так. Светлана, а каждому ли стоит открыто заявлять о том, что он ВИЧ-положительный? Каждый ВИЧ-позитивный сможет так? Я считаю, чем больше будет ВИЧ-позитивных людей, которые открыто будут говорить о своей ВИЧ-инфекции, тем будет в мире меньше стигм и дискриминаций. Потому что каждый раз, когда мы... Во-первых, это и для самих ВИЧ-положительных очень важно, потому что для меня это был очень большой скачок в принятии диагноза. То есть я... Понимаете, когда приходит тебе в гости, и тебе всё время надо прятать книги о ВИЧ-инфекции или что-то такое, ну как-то несуразно, как будто бы ты живёшь двойной жизнью. А когда ты спокойно об этом говоришь, и люди тебя принимают такой, какая ты есть, и живёшь ты открытой жизнью, ну то есть обычной жизнью, это совсем по-другому. Это, ну, улучшается качество жизни. И поэтому я считаю, что ВИЧ-позитивные люди должны об этом говорить открыто. И общество должно принимать ВИЧ-положительных людей такими, какие они есть. Обычные. Ну да, есть у них ВИЧ-инфекции. Ну и что в этом такого? Есть же люди с сахарным диабетом, есть люди с эпилепсией, есть разные заболевания, и ничего в этом такого нет. Ну а вот вы сами как думаете, почему большинство людей всё-таки это скрывают? Потому что очень много-много лет назад, ну то есть получается, когда всё это началось, считалось, что это стыдно, опасно, заразно. На сегодняшний день могу твёрдо утверждать, ну то есть всего три пути передачи ВИЧ-инфекции. То есть и ВИЧ и СПИД это не одно и то же. ВИЧ это вирус иммунодефицита человека. И человек живёт с ВИЧ-инфекцией много-много-много-много лет, и через какое-то время, если он принимает препараты, то у него ВИЧ-инфекция не перерастает в стадию СПИДа. Но даже и придёт момент, когда он начнёт принимать препараты. СПИД это последняя стадия ВИЧ-инфекции. И на сегодняшний день это можно предотвратить, жить с хроническим заболеванием ВИЧ-инфекции. И кроме этого здоровые дети рождаются, 99,9% рождаются от ВИЧ-инфекции здоровые дети. Об этом нужно говорить. Но, к сожалению, общество, эти стереотипы, их сломать не так быстро. И мы с вами сейчас то, что и делаем, и говорим об этом постоянно. И если люди об этом будут постоянно говорить и выступать, то тогда общество начнёт больше принимать и понимать эту проблему. И всего три пути передачи. Это кровь, это половой путь, незащищённые сексуальные отношения, и от матери к ребёнку. И, в принципе, нужно ещё постараться, чтобы получить ВИЧ-инфекцию. И на самом деле просто должны об этом многие знать и осознавать, и понимать, что ничего в этом страшного нет. Ну, то есть я правильно понял, что сейчас просто вот эти стереотипы, они мешают всем людям с этой инфекцией. То есть нормально жить, как, допустим, вы. То есть они как считают, то, что вы, наверное, как единичный случай, вот она решила заявить вот это на весь свет. Я не единичный случай, у нас очень много открытых людей, ведь позитивных. Ну, вот, допустим, локацию одну возьмём, Татарстану, допустим, нашёлся один, который это смог сказать, но, может, у него не так, это сильно развито, а другие думают, что сильно. Слухи-то, они же быстро расходятся. Как думаете? Я не считаю, что нужно узко смотреть в этом направлении. Если ВИЧ-инфекция есть в Татарстане, то она есть во всём мире и везде. И её распространение очень... Ну, то есть на сегодняшний день в Российской Федерации практически каждый день инфицируется 300 человек. И об этом нужно понимать и помнить. Если вы едете в автобусе, то точно в этом автобусе один или два человека ездят, люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Просто понимаете, это как стадия принятия своего диагноза. Вот представьте, вот вы жили, 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 и вдруг что-то в жизни произошло, там, не знаю, авария какая-то или ещё что-то. И вдруг у вас там... Вы ослепли или у вас не стало ног. К примеру, там не могут ноги ходить, вам приходится ездить в инвалидной коляске. Это же тоже момент, когда надо научиться вновь жить по-другому. И это реально сложно и реально тяжело. Это процесс жизни. А если у тебя ещё общество... А, смотри, какой ты грязный. А, ты смотри, какой ты там коля... Ну, к примеру, да, здесь в связи с ВИЧ-инфицированным людей очень много стигм и мифов, стереотипов о том, что если ВИЧ-инфекция, то ты, значит, либо ты употреблял наркотики, либо ты имел много сексуальных отношений, либо такие какие-то вещи. А никто не задумывается, что у нас ещё 7 тысяч детей ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации живут. Ну, то есть вообще ВИЧ-инфекция не выбирает. На сегодняшний день 80% передачи это половой путь, это отношения между мужчинами и женщинами. И нужно это понимать и людям рассказывать. И вот у нас как в России? Зуб заболеет, я побегу к врачу, да? А на самом деле профилактика этого... Ну, то есть лучше же зубы полностью до того, как они заболели смотреть. И здесь то же самое. Важно, чтобы тесты проходили на ВИЧ-инфекцию, чтобы об этом больше люди понимали, осознавали, знали эту проблему. Значимость этой проблемы, что это всё-таки можно... Что это не где-то в Африке, как я когда-то думала, тоже когда я инфицировался, я думала, ну, где-то это в Африке, как это вообще меня коснулось. Что это не где-то в Африке, это между нами, это среди нас. И мы должны просто уважительно относиться к людям. И самое главное здесь, наверное, невежество людей в отношении ВИЧ-инфекции. Ну, вообще, это не только к этой проблеме. Самое главное здесь проработать, дать максимально достоверную информацию людям. И это надо делать постоянно. В школах, в институтах, в вузах должны постоянно проходить уроки. И в детских садах родительские собрания для родителей. Потому что наши ВИЧ-позитивные дети ходят в обычные детские сады, и они не должны сталкиваться с дискриминациями. То же самое в медицинских учреждениях важно и врачам. Потому что врач или учитель, он же тоже человек. И у него тоже достаточно мифов и стереотипов. И поэтому нужно доносить информацию. Светлана, Вы сказали, что действительно очень большое количество сейчас именно инфицированных детей. И Ваш фонд непосредственно занимается и работает с ними. Что в первую очередь нужно детям ВИЧ-инфицированным? ВИЧ-инфицированным? Тоже, как и любому ребенку. Уважение, понимание. И они хотят быть значимыми в обществе. Они хотят... Это как обычно. Они ничем не отличаются от обычных детей. Наши дети все в основном танцующие или поющие. У них свои таланты. Просто у них есть ВИЧ-инфекции. И, кстати, они намного спокойнее принимают свой вирус, нежели это взрослый. Потому что они уже с детства на бессознательном уровне понимают, что с ними что-то не то. Но почему-то я же пью эти лекарства каждый день. И почему-то я каждые три месяца хожу же в это место, где написано слово «спит». Как-то недавно мне привели ребенка, 12 лет. Мама считала, что ребенок ничего не знает. Когда ее привели ко мне, она просто разрыдалась. Я говорю, ты что ж плачешь? Что случилось? Почему ты плачешь? Она мне просто говорит, ну, тетя Света, я же скоро умру. Я говорю, ты почему так решила? Я говорю, она говорит, но я же туда хожу, там же «спит» написано. Если я туда хожу, значит, у меня же «спит». Ну, понятно, что мама боялась об этом заговорить. Но здесь нужно понимать вот эти основы, вот, что чем раньше, и психологами доказано, чем раньше мы с детьми начинаем разговаривать о той проблеме, почему он пьет таблетки, почему ему надо, необходимо сдавать анализы, тем быстрее у них происходит принятие, нежели они живут тоже со своими мифами и стереотипами. И эти дети ходят в обычные школы, в обычные детские сады, и не нужно переживать. И, ну, это также вот обычные, просто они не хотят, чтобы их жалели. И самое главное, и мы не хотим, чтобы вот ВИЧ-инфицированные люди не хотели бы испытывать жалость, стигму по отношению к самим себе. Мы потому что обычные, да, мы пьем таблетки в этом, но ничего страшного нет. — А сейчас я бы хотел обратиться к нашему второму герою, это Ильнуру Мухаммедханов. Добрый день. Насколько я знаю, вы живете с ВИЧ уже более 13 лет, если не ошибаюсь. Да? — Не считал. — Ну, возможно, раз вы почитали уже. — Ну, вот расскажите, пожалуйста, вот сейчас свою историю. — Так. — Да как вы вообще об этом узнали? — Проходил обследование всего организма. В течение полугода я болел УРЗ, и в конце концов один из врачей мне посоветовал пройти полное обследование всего организма, но уже не в государственной, а в платной, да, анонимно там, да. Но я спросил, почему, ну, потому что, во-первых, анонимно, во-вторых, более достоверно и, в-третьих, более обширно и быстрее. Я прошел обследование, мне порекомендовали сдать анализы на все инфекции и поехать тогда, в тот момент я жил в городе Москва, продолжительный период времени, поехать по своему месту жительства изначальному, ну, где родился и где основная прописка, и там сдать анализы. Ну, я приехал, сдал, потом сдал второй раз, мне посоветовали, потом третий раз, потом мне порекомендовали уже пойти в спеццентр к эпидемиологу, психологу, в общем-то, рассказали о том, что вот у тебя ВИЧ-инфекция. Ну, в отличие от Светланы, тогда у меня на слуху больше был гепатит, потому что в средствах массовой информации очень-очень так бурно, там, да, гепатит, там, смерть, все там, да, вот. И, ну, я когда узнал, так сказал, слава богу, что не гепатит, да, а когда узнал, что такое ВИЧ-инфекция, действительно, и СПИД, тогда уже призадумался. Ну, вот, действительно, какое-то шоковое состояние я где-то испытал через полгода только после того, как накопил нужное количество информации по поводу, что такое есть ВИЧ, что есть СПИД, что необходимо постоянно принимать терапию всю оставшуюся жизнь и следовать рекомендации врачей, постоянно приходить в спеццентр. Ну, в общем, все минусы узнал, а больше, потому что в спеццентрах и в интернете, ну, как таковых плюсов-то и не описывается, там, все в минусах. И где-то у меня года полтора-два, наверное, вот это шоковое состояние, оно продолжалось, ну, как снижалось все меньше и меньше, и в конце концов, вот, я тогда продолжал жить в Москве. Я пришел на награждение Мисс Позитив 2005, где Светлана вот награждали, я на выступала перед всеми средствами массовой информации, там были почти все известные международные средства массовой информации, разные агентства информационные, и, ну, много, там порядка 30 каналов было, там, да, и маленькое-маленькое такое помещение, в котором одни камеры и одно средство массовой информации, там, да, вот. Я тогда был удивлен настолько, что вот, когда узнал, что Светлана вот родом из деревни, да, что и она набралась столько сил, там, да, взяла, чтобы вот рассказать всем, да, и, ну, для меня она была, ну, тогда, ну, даже неким таким идеалом, да, не в контексте ВИЧ-инфекции, а вообще просто вот, что вот человек такой, вот, такого небольшого роста, там, да, и стойкой энергии, и причем все журналисты, от кого, с кем она общалась, да, они вот в куларах высказывали, что вот столько энергии, говорит, там, в такой девочке, говорит, и вот. То есть они были поражены. Да, 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 и вот она мне вот зацепила так в последние два года, с тех пор, как я вот знал от своей ВИЧ-инфекции, я не видел ни одного человека вот столь энергичного, столько вот выдающегося, я бы даже сказал. И впоследствии мы с Светланой виделись два раза на группе взаимопомощи, и второй раз, когда мы с ней увиделись от Москвы, я вот ей предложил пообщаться в кафе, вот. Сейчас мы ненадолго прервемся, после чего продолжим нашу беседу. Ну что ж, друзья, мы снова в студии. Сегодня мы обсуждаем проблему ВИЧ-инфицированных. В студии, как всегда, мы, Роман Полинсков и Виктория Новикова. Мы продолжаем, друзья, и так... Вы можете продолжить историю с Светланой? Я думаю, что нет. Ну, у нас уже двое своих детей и двое еще подопечных. Это мои братья родные, которых мы взяли себе в семью, и поэтому уже можно... Мы живем, получается, 10 лет вместе, и вот с этого все начиналось. Здравствуйте. Вы сейчас нормально, счастливы, вместе, все. Да. Да глаза у них горят. Ну, не знаю. Не, я просто, как сейчас Эльнур вот это все рассказывал, и Светлана так уже засмущалась, то, что у него слишком много. Ну, что ж, продолжаем. Я сейчас хочу обратиться к психологу отделения психологической помощи студентам доверия. Это Юлия Георгиевна Новиковой. Добрый день. И скажите, пожалуйста, обращается ли к вам за помощью вообще ВИЧ-инфицированная? Вы знаете, у нас... Меня слышно? У нас больше работа направлена именно на профилактику. Вот, то есть специфика работы, именно профилактические занятия. Было пара случаев. Я отправила их к специалистам, кто этим конкретно занимается, то есть в этой области. Считаем, конечно, очень важно это профилактические мероприятия. И вот как раз хотелось бы Светлане вопрос задать. Вот на ваш взгляд, какие наиболее эффективны методы профилактики, ну, среди, наверное, молодежи, все-таки группа риска, да? Если это учитывать группа риска, если ребята, которые могут, да, из сложных семей, то здесь очень важно, у меня был очень хороший опыт, работая в детских и подростковых колониях, очень важно их развивать как тренеров, чтобы они сами, рассказывая своим... таким же ребятам, как и они сами, то есть как равные равному, доносили этот опыт. Во-первых, они сами уже доказаны, да, психологами, что сам, когда делаешь лекцию, готовишься к этому, урок определенный. Но лучше не лекционный формат, а тренинговый формат, интерактив, работа, какие-то упражнения на немного, там, допустим, информации, и там на эту же информацию определенно есть упражнения. Есть очень хорошие программы, все, что тебя касается, есть методики, мы можем поделиться с ними с удовольствием. Есть программы Dance for Life, это программы, этот Focus Media, и голландская такая организация, которая танцует ради жизни, Dance for Life, они обучают все, то есть они готовят профилактику через танец. И таким образом те девочки, которые танцующие, которые любят танцевать, в принципе, постоянно, здесь в течение 40 минут ребята, во-первых, знают этот танец, обучаются, во-вторых, они знают очень много информации, не только о ВИЧ-инфекции, но сначала начинается вообще урок с ВИЧ-инфекцией, а потом можно там перевести и курение, и алкоголь, и наркотики, здоровый образ жизни, и в конце всегда есть возможность потом поучаствовать в мае с флешмобом, ну то есть выйти, так как они знают этот весь танец. Это очень уникальный проект, он работает не только в России, во многих городах, и они всегда используют видео с открытыми лицами. У них есть послы доброй воли, один из них Владимир Познер, и то есть вот Вера Брежнева тоже также сейчас является, то есть используют и знаменитых людей, и к тем, кто очень активен, интересен в этом, они делают такие объединяющие раз-два года площадки, где активных людей можно отправить там в Москву, они все вместе встретятся, расскажут, как у них такие мероприятия, и тогда они зажигаются этим активизмом, волонтерством, и это очень хорошо работает. Ну вот сейчас мы говорили о том, что на, можно сказать, добровольных началах это идет, то есть вы сами обучаете тех ребят, чтобы они были как тренеры, вот вы сказали, но я сейчас хочу обратиться к специалисту отдела межведомства взаимодействия в сфере профилактики наркомании Марине Зиминой Фирсовой. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как часто проводятся работы с молодежью на тему ВИЧ и наркомании? Ну, во-первых, я являюсь сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, основной задачей которой является противодействие незаконному обороту наркотиков. ВИЧ как-то не совсем наша тема. А вот что касается мероприятий для молодежи профилактического характера, то здесь, конечно, за год, мы идем по учебному году, допустим, за учебный год проходит их немало по республике. Мы можем начать с того, что в каждом учебном заведении проходит интернет-урок, имею право знать, особенно по школам, повсеместно, когда ребята получают полную информацию о том, что такое наркомания, какую помощь, если что-то случилось, они могут получить. Вся эта информация выставлена на сайте Федеральной службы наркоконтроля. И информация поделена для ребят, для родителей отдельно. Родители там что-то методическое могут посмотреть, как действовать в той или иной ситуации. Кроме этого, у нас в республике есть такое молодежное движение, называется «Самостоятельные дети». Слышали, наверное, смс «Дети». Оно у нас с 2008 года идет и получает такую популярность. Ребята все больше и больше в него вовлекаются. Могу сказать, кстати, что перед тем, как сюда я приехала, получила по WhatsApp сообщение наш антинаркотический отряд «Барсы». Получил, если точно помню, второе место в России. Круто. Круто, да, диплом. Они прислали нам картинку. Смотрите, мы там, вот мы, наш отряд. Это первый был отряд у нас с антинаркотической такой тематикой. То есть результаты уже какие-то есть. И ребята проводят ведь не только флешмобы 26 июня, когда они танцуют, вся республика у нас танцует. Или что-то. Ребята проводят лекции как раз вот из разряда «равный обучает равному». Ребята проводят беседы, там встречаются с родителями. Они помогают нашей службе. Когда, если вы видели, на заборах одно время были телефоны всякие, где можно там приобрести, да. Ребята все это находили, все это замазывали. И, в общем-то, очень здорово помогали нам в этом. И продолжают помогать. Такого плана работа ведется. Кроме этого, творческие конкурсы проводятся. У нас проводится Олимпиада научных и студенческих работ. Кстати говоря, студенты, поучаствуйте. Есть шанс получить приз. Никогда еще работы из Татарстана не оставались без первого или второго места в России. То есть, вот, ну, это вот буквально на вскидку. А вот вообще по Татарстану наркомания, это сейчас одна из лидирующих проблем? Ну, назвать ее лидирующей, конечно... Среди молодежи то же самое. Вы знаете, основной контингент все-таки больных наркомании около 70%, 77, если быть точным. Вот недавно цифры буквально посмотрела, статистику. Возраст 20-39 лет. 77%. Вот. С чем это связано? С чем это связано? Наверное, с тем, что ребята чувствуют, закончив школу, некоторую свободу. И решают, что они все могут. Вообще короли. Родителей рядом нет. И они могут вести себя, как хотят. И пускаются во все тяжкие. И на эксперименты в том числе. Когда в школе им говорили, нельзя, не берите в рот всякую дрянь. Сказки читали, читали. Не пей козленочком будешь, говорила Аленушка. Да, братцы Иванушки? Вот. А тут они решают, что, ну, если очень хочется, от одного раза ничего не будет. Вот. Об этом, Миха. А, простите, вот, спайсы, это не кажется вам, что слишком сильно раздуто сейчас? Это не раздуто на самом деле. Я бы еще больше об этом говорила, наверное, потому что, если бы вы видели тела умерших от спайсов, вы бы, наверное, сказали бы, наверное, об этом надо говорить на каждом углу. Просто часто сейчас среди молодежи есть такое, как выражение, легкие наркотики. На личном примере было такое, да, в какой-то компании думаешь, что это нормальные ребята, и вдруг они предлагают что-то такое под видом легких наркотиков. Во-первых, вообще не бывает, ну, расскажите вообще, что такое легкие наркотики? Вообще термин легкие наркотики, я не знаю, кто его придумал, понимаете, это все равно, это все равно, ребят, это из разряда того, что вы предпочтете, повешение через веревку, или там цианистый калий, или еще что-нибудь, понимаете? Ну, веревка вроде как полегче, да? А результат один. Вот. Это примерно то же самое. Нет легких наркотиков. Наркотики – это наркотики, и они приводят к зависимости. Весь вопрос только, ну, может быть, в сроках. Что касается спайсов, дурак сразу. Понимаете? Вот эта синтетика, эта химия, это настолько сильные препараты, что одна покурка может привести совершенно к непредсказуемым последствиям на мозг. Помните, в прошлом году волна прокатилась смертельных отравлений? Татарстан она не задела, но по стране было, да? Там Большой Омской области. Ну, там вот было такое. И как раз к нам приезжали коллеги, и один из них говорил, что он видел тело вот вскрыто. Там мозга не было, ребята. Там вместо мозга черная жижа была. Потому что человек, покуривший спайс, особенно если там, не дай бог, перебор, там же на глазок все это прикидывают, понимаете? Там дозировки, как в аптеке, нет? Вот. И человек начинает себя чувствовать плохо, он теряет координацию, потом он теряет сознание. И спасли – хорошо. Не спасли… Спасли и то, там уже последствия непредсказуемые. А не спасли – вот такой результат. Практически растворяется мозг. Вот нам сказали, черная жижа вместо мозга. Представляете? Вот я так думаю, ну да, теперь понятно, почему они, потеряв сознание, практически 2-3 часа, и все, и человека нет. А как вам кажется, кто на этом очень много зарабатывает, кому это нужно? Вы знаете, говорить, кому это нужно, всегда находятся люди, которые на чужой беде делают деньги. Говорить о каких-то моральных критериях я сейчас не буду, это понятно каждому. А то, что наркотики приносят барыши какие-то, это да. Хочу представить как раз еще одного. Вот как раз сейчас. Гостя, да. Альберт Зарипов, программный директор по профилактике ВИЧ и СПИДа, общественной организации родственников наркозависимых «Вера». Да, добрый день. Как мне кажется, мы вообще ушли в сторону, да, куда-то. Мы начали разговаривать и смешивать два, так скажем, заболевания. ВИЧ-инфекцию и наркомания. Вообще-то, то есть, ну, одно другом, безусловно, связано. Связано только с тем, что это все в человеке. Это все от человека идет. Вот, поэтому, что такое наркомания, что такое наркотики? Да, это вещества, изменяющие сознание. Если говорить уже, то есть, ну, про эти, то есть, ну, аспекты о веществах, изменяющих сознание, то я, например, как отец, как психолог могу вам сказать, что вообще о наркотиках говорить не нужно. То есть, ну, говоря много о наркотиках, мы сами, на самом-то деле, рекламируем и говорим о том, что, а вот есть вещества, которые изменяют сознание. Да нет, конечно, не нужно об этом вообще говорить. И очень много было построено на том, что вот детям нужно рассказывать, там, о вреде наркотиков. Этим самым, этим самым у детей в том числе вызывается интерес. Соответственно, все, что запретно, все взрослые, незрелое желание стать взрослым, очень и очень много вещей. Поэтому с детьми нужно говорить о нормальных вещах, о любви, заниматься вместе с ними спортом. Необходимо там какие-то творческие в них навыки развивать. Вот, и говорить очень много, то есть, о том, что вот есть вещества, и они убивают, они убивают. Я очень часто и вижу этих людей, этих ребят, которые могут сказать, я пробовал сто раз, и я не умер, и мозг там у меня там не стал черным, еще что-то. Поэтому я предлагаю, то есть, ну, все-таки вернуться к вопросам ВИЧ-инфекции. Да, то есть, ну, и говорить все-таки больше про заболевание ВИЧ-инфекцию, нежели, то есть, ну, там, уходить сейчас и все это вместе, то есть, ну, в одну кашу превращать. ВИЧ-инфекция, наркомания. Это все-таки раздельное заболевание. Все равно мы немножко это все равно обсудим. То есть, лучше, если узнает об этом подросток в какой-то нехорошей компании, и, возможно, этот вопрос вообще не поднимется в семье. Вы знаете, то есть, ну, моя задача, например, как отца, чтобы у меня были дружеские отношения с моим ребенком. И вот если, то есть, ну, у ребенка есть какие-то проблемы, если у него появляется желание изменить свое сознание, то есть, не находиться в реальности здесь и сейчас, да, чтобы он пришел ко мне и ко мне обратился и сказал, «Пап, у меня там проблемы в школе, у меня там проблемы, там, с оценками, у меня еще какие-то проблемы во дворе, в школе». И я, чтобы, как друг, ему помог их решать. Во-первых, просто человек хранит разные друзья. Он не оставлял его один на один с какими-то там сложностями, трудностями, не пытаясь там разговаривать. Там, вот он сейчас растет, да, там, 12 лет ему, там, какое-то там половое созревание начинается его там. Ему начинают нравятся девушки. Об этом тоже мне важно с ним говорить. Не нужно мне там бояться, там, или там, таким, как я, там, отцам, то есть, и говорить, ну, ладно, это потом, взрослый, будешь, поймешь. Ну, конечно, он полезет в интернет и найдет там кучу всего. Неплохого и хорошего. Да, очень важный доверительный разговор между родителями. Это один из основных компонентов, что необходимо уже готовить, потому что, к сожалению, у нас родители как? Они, ну, оставили в детском саду, а вечером там мама, мама, мама или папа, папа, а в итоге получается, что разговор ни о чем. Отойди от отца. Совершенно верно, ребят. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем нашу программу, точнее, нашу первую часть. Мы обязательно вернемся к этой теме на следующей неделе. Смотрите «Твердый знак» вместе с нами, следите за нами ВКонтакте. Везде. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok